В этом году требования к отбору участников Кубки Евгения Рылова стали значительно жестче. Допуск к соревнованиям по плаванию могли получить только спортсмены, имеющие не ниже первого юношеского разряда. Отбираются лучшие из лучших. То есть, чтобы ты отобрался, у тебя должен быть минимум первый юношеский разряд. Поэтому сюда попадают ребята, которые заточены стать чемпионами с 9 лет и 18 включительно. В бассейне детского оздоровительного центра «Дельфин» поселка Развилка собрались 74 юных спортсмена. Участников первенства приветствовал двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Талантливых в ногам. Но многие талантливые начинают, перестают вообще что-то делать, когда у них что-то не получается. А у кого по жизни было тяжело или сложно сразу, то, как правило, могут достичь высоких уровней. Тут зависит от человека больше, а не от того, насколько он талантливый. Ну и еще обстоятельств внешних. Перед началом соревнований по плаванию ребятам пожелали удачи и сказали напутственные слова почетные гости. Это наше время. Это для начала. Здесь сегодня встали наши будущие силы. Встали спортсмены, которые сегодня лучше, 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 лучше. Главное преимущество этого турнира в том, что юные спортсмены могут попробовать свои силы в разных стилях плавания. В три этапа проходит кубок. Первый этап – это спина и вольный. Второй этап будет брас и баттерфляй. И третий – комплекс, и уже будет лучший из лучших, получит кубок. Работа судьи заключается в правильности прохождения дистанции, в правильности поворотов. Но дети уже прошли большую подготовку. У них был довольно-таки жесткий отбор. Здесь лучше из лучших принимать участие в этих соревнованиях, потому что это очень престижное соревнование кубок Олимпийского чемпионата. Артем Калайдов стал заниматься плаванием из-за проблем со спиной. Потом по-настоящему увлекся этим видом спорта. В прошлом году воспитанник Центра «Дельфин» уже принимал участие в кубке и показал достойные результаты. Два первых места – это кроль спина, а брас, баттерфляй и комплекс – у меня вторые места. Мне не хватало техники. Сейчас у меня более-менее нормальная техника, но еще есть куда работать. Участница соревнований Мария Князева заняла первое место на дистанции 50 метров на спине. Спортсменка признается, что довольна своим заплывом, но хотела бы улучшить время. Было не очень сложно. Я ожидала, если честно, лучшего результата от себя. Но я все равно рада, что проводятся соревнования и уже очень долгое время. И я благодарна этому бассейну за проведение таких соревнований. Лучший результат у меня был в прошлом году на полтиннике. Я выпала из 29 секунд. И я стремлюсь повторить этот результат. Победители и призеры турнира получали свои награды из рук Евгения Рылова. И, возможно, среди юных участников первенства есть новые рекордсмены и чемпионы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!